Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом и стильном городе. Это Бьюти Тайм на 31. Всем здравствуйте! Очередная модная практика участниц проекта Модель Икс была посвящена теме пропорций. Как современная мода разрушает классические правила и как научиться это понимать и принимать, узнаем прямо сейчас. Вы выбираете либо красивую стройную фигуру и идете в сторону классики, либо выбираете тренды, выбираете смелость. И мы с ними конечно очень поэкспериментировали, как это сейчас делают на подиумах. В атмосферном пространстве эйфория участницы проекта Модель Икс изучают пропорции. Именно этой теме посвящена их очередная модная практика. Мы создали для Майя образ спортшип называется. Одели ветровку, вот такую вот металлизированную, с капюшоном. Цвет капюшона мы подчеркнули с липонами, которые у нас присутствуют в образе и как яркость добавили брючки-бананы. Сейчас мы вот на этом модном эксперименте, на уроке, мы работали индивидуально с каждой и подбирали ей именно тот образ, который, как мы считали, раскроет ее с какой-то новой стороны. В сегодняшней моде с ее тенденцией к дисгармонии часто нарушаются классические пропорции и главная задача всех, кто хочет выглядеть современно, понять и принять эти тренды. Сейчас мы уходим от стереотипов и непосредственно выбираем образ на девушке. В моде сейчас гиперобъем, в моде сейчас делать талию и в моде сейчас образы, допустим, классический костюм с какой-то необычной обувью. Мы попытались в домашнем задании, в наших образах у девчонок сделать так, чтобы это было интересно, это было не классически, это было необычно. Так, как это сейчас делают на подиумах. И мы с ними, конечно, очень поэкспериментировали. И мало того, что на сегодняшней модной практике мы им подобрали одни комплекты, а на финал мы готовим совсем другие, и они открыты всем нашим экспериментам. Наше новое модное пространство на Лесопарково – это не просто магазин женской одежды, это место, где мы проводим вебинары, где мы проводим мастер-классы, девичники, тусовки, дефиле. Вы выбираете либо красивую стройную фигуру и идете в сторону классики, либо вы выбираете тренды, выбираете смелость и подчеркиваете это все, и носите с удовольствием. Девчонки, в принципе, все готовы к изменениям, и из всего сезона, ну, может быть, одна девочка не так готова к этому, к переменам, как все остальные, что им нравится, они какие-то образы приобретают себе для жизни, поэтому все прекрасно. С чего начинается правильное питание? Конечно же, с желания красиво выглядеть и хорошо себя чувствовать. И одним из первых пунктов в длинном списке рекомендаций числится питьевой режим. А как заставить себя употреблять необходимое количество воды, с какими трудностями можно при этом столкнуться, рассказывает нутрициолог, специалист по снижению веса Юлия Антонова. Ты же пол компотом или чаем не моешь? Страшного такого ничего не произойдет. Пусть пьет. Один и тот же сигнал идет в головной мозг. Мы их не различаем. Какой бы системы питания не придерживался человек, какой бы диете не склонялся, есть продукт, который рекомендуется всем и всегда. И это продукт вода. Сегодня о воде говорим со специалистом по правильному питанию, нутрициологом Юлией Антоновой. И первый вопрос такой, который волнует всех. Сколько все-таки нужно употреблять воды в сутки? Если нет никаких противопоказаний от лечащего врача, то рекомендуется 30-40 миллилитров на килограмм веса. Мы на 70% примерно состоим из воды. Наш головной мозг на 80% состоит из воды. Если мы хронически не допиваем воду, мы можем чувствовать усталость, сонливость и может болеть голова просто потому, что мы пьем мало воды. Очищение организма такое естественное. Человек, например, плохо ходит в туалет. Как только он начинает норму воды пить, у него проблемы эти очень часто прям решаются без различных каких-то вспомогательных средств. Молодость кожи. Я всегда сравниваю изюминку и виноградинку. Это одна и та же ягодка. В одной влага есть, в другой нет. Как ты хочешь выглядеть? Когда мы говорим про снижение веса, то жир в том числе с водой выходит. То есть нужен жир. Все химические реакции, которые происходят в организме, они происходят в водной среде. А что можно подмешать в воду, чтобы она продолжала оставаться водой? Как мы выяснили, компоты, кофе, супы не проходят. Это жидкости, это не вода. А можно ли воду подмешать для вкуса? Например, там лимон, может быть огуречек, зеленый чай без сахара тоже вот кто-то считает, что это заменитель воды. Так это или нет? Хороший зеленый чай, можно заменить часть воды, но полностью заменить воду не надо. То есть вода нужна в любом случае. Что подмешать можно? Правильно, лимончик, огурчик, можно несколько там ягодок туда бросить просто для вкуса. Почему люди не пьют воду? Потому что им не нравится вкус. Многим не нравится. И вот если мы туда что-то такое, мяту положим и вот другой даже запах, и человек с удовольствием пьет воду. Все-таки вода это вода. Человек говорит, а что там, можно ли мне там чаем или компотом заменить? Я говорю, представь, главное свойство воды, она очищает наш организм. Ты же пол компотом или чаем не моешь? Имеет ли значение температура воды? Будет она теплая, холодная, горячая, ледяная? Может быть, это как-то от времени суток зависит? Значит, сильно горячую и прям ледяную, холодную я не рекомендую пить. Это на пищеварение очень сильно влияет. Мало того, что если человек будет пить ледяную воду, запивая при этом что-то очень жирную еду, это может очень нехорошо закончиться. Комнатные температуры теплую абсолютно можно пить. И даже утром я рекомендую пить теплую воду, один или два стакана, прям именно теплую, и это может решить вопрос с пищеварением. И время суток, когда необходимо прекращать употреблять воду, за сколько может быть часов до сна или тоже этот вопрос индивидуальный? Это индивидуально, когда вечером нужно остановиться. То есть, если человек не отекает, то он, в принципе, может пить хоть когда вечером. Большую часть воды рекомендуется выпивать до обеда, свои нормы, и там уже к вечеру допивать. Перед сном вот прям несколько глоточков воды нужно сделать именно для того, чтобы хорошо работала система кровообращения. Есть ли разница во время еды, после еды, до еды, отдельно от еды? Вообще, есть ли разница, в каком режиме употреблять вот эти необходимое количество миллилитров воды на килограмм веса? Есть такое мнение, что там разбавляется желудочный сок и плохо все усваивается. Когда пища попадает в желудок, у нее, она попадает в желудок. Когда человек пьет воду, она проходит там практически мимо, она не задерживается, ничего не перемешивается. Поэтому, если человек будет пить воду во время еды, страшного такого ничего не произойдет. Пусть пьет. Дело в том, что когда мы хотим кушать и когда мы хотим пить, у нас один и тот же сигнал идет в головной мозг. Мы их не различаем. И иногда нам кажется, что мы хотим есть, а на самом деле организм говорит, дай мне попить. Поэтому есть такая рекомендация, что когда вы захотели есть, выпейте там стакан воды, возможно отпустит. Потому что действительно, возможно, организм просто хотел именно пить. Очень часто люди начинают практиковать питьевой режим, но потом говорят, ой, это вообще не мое. Вот всем подходит, а мне не подходит там эти полтора, два или сколько литров. И жалуются на дискомфорт, что я хожу, и у меня там внутри все булькает. Вообще, часто ли обращаются люди с такими жалобами на то, что я пью, а мне все хуже, как в анекдоте. Это с непривычки. Просто не нужно пить большими глотками, залпом там много количества воды за раз. Нужно потихонечку приучать себя. То есть, если человек до этого пил там пол-литра и сразу начал два литра пить, будет некомфортно. То есть, каждые примерно два-три дня по стаканчику увеличивать, пока не дойдешь до своей нормы. Тогда будет все хорошо и комфортно. Танцы как хобби, как источник вдохновения и как способ снятия стресса. Участницы проекта «Миссис Россия Южный Урал». Посетили танцевальный мастер-класс и не для того, чтобы потом показать себя на сцене, а чтобы лучше узнать друг друга, в том числе и в таких необычных обстоятельствах. Как танцевали самые красивые женщины нашего региона, смотрите прямо сейчас. Сегодня наши дамы будут красиво крутить бедрами. Ну, раскрепощение, какое-то проявление себя в необычном ракурсе, в необычной обстановке. Ты начинаешь себя, ну, вы видите, себя совсем по-другому ощущать. Раскрылись мы еще больше, расцвели. Это надо. Каким бы ни был танец, он всегда оказывает глубокое воздействие на души человека, помогает понять себя, расслабиться и почувствовать свою красоту. Ничто так не раскрывает женскую силу, как парный стиль танцев. Именно поэтому участницам конкурса «Миссис Россия Южный Урал» предложили познакомиться с жаркой латиноамериканской бочатой и чувственной сальсой. Для начала все было немножко так бойзно. Для девушек это, я так понял, для них это новое. Ну, в конце занятий мы с ними немножко растанцевались, познакомились. Все очень веселые, дружелюбные и все очень классно. Это все-таки очень женственный танец. То есть я хочу немножко раскрепостить своих участниц, потому что до финала осталось буквально три недели. Все начинают сжиматься в стрессе, в ожидании. Поворот. Отдыхаем. Ну, сейчас я глубоко целиком в танцах, в разных направлениях. И именно почему я решила пригласить девчонок там, нашим королевам Вероника Про, потому что я хотела, чтобы они почувствовали эту атмосферу, эту свободу, которую нам дает танец. И, конечно, хотелось доверить это профессионалам. Вперед. Раз, два, три. Точка. Раз, два. В сторону. Точка. От тренера в восторге. Сам вообще процесс – это здорово, когда просто находишься в искусстве, среди красивых женщин. Когда такой тренер, который за собой увлекает, когда просто растворяешься в музыке, в танце, ты начинаешь себя новую видеть, себя совсем по-другому ощущать. Раз, два, три. Точка. Раз, два, три. Точка. Я гордаю. Мне даже мало было отведенного времени, еще хочется потанцевать. Вообще, если честно, я сегодня очень волновалась, потому что я с танцами вообще никак не связана. И работа у меня никак не связана. Вот. И я приехала, вот все легко и просто, и ничего страшного, оказывается, нет. Раз, два, три. Да. Раз, два, три. Да. Мне тоже удалось в какой-то момент расслабиться. Конечно, это было непросто. Вроде движения простые, но в то же время иногда можно запутаться в повторениях. Раз, два, три. Молодец. Раз. Ну, ничего не делать. Встала. Делаешь основной шаг. Раз, два, три. Точка. Лично мне давалось все легко. Я даже вошла в азарт, какой-то кураж. Мне прям очень сильно понравилось. Раз, два, три. Я пошел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну да, если чуть-чуть отстанешь от тренера, уже запутаешься, потом опять по-новой. Здорово, просто здорово. Мне все понравилось, и я бы с удовольствием продолжила обучение. Если бы я жила в Челябинске, я бы после сегодняшней презентации однозначно пошла в эту группу, которую сегодня нам предлагали. И думаю, что осталось бы. Конкурс «Миссис Россия и Южный Урал» – это не просто демонстрация своей красоты. Это сплошные открытия, новые знания и новые впечатления. Потом у нас будет полет на аэротрубе, у нас будет субботник у Каренда Лайкян, у нас будет игра в пиндбол, у нас будет бьюти-девичник. У нас много всего будет. То есть это проект для мам, чтобы мамы почувствовали себя не только мамами, но и просто женщинами. Были периоды в жизни, когда я, в принципе, просто заработалась и забыла про себя как женщина. Это очень важно для меня, потому что у меня трое деток. И это объединяет всех женщин, поддерживает. Мы друг друга поддерживаем, поддерживает также наш руководитель нас. Она нас тренирует как женщин. То есть сегодня у нас одно мероприятие, потом неожиданно у нас другое иногда меняется. И это очень вдохновляет и формирует какую-то такую внутреннюю стержень, внутреннюю уверенность и даёт силы. То, что казалось достаточно просто, оказывается совершенно непросто, когда начинаешь это делать. Но единственный способ чему-то научиться и что-то преодолеть — это делать. Продолжать делать, пробовать. И мне очень нравится. Я чувствую, что изменения во мне происходят не только на том уровне, на котором замечают люди. Внутри меня происходит нечто. Тут каждая пришла со своей, наверное, какой-то маленькой целью. Я пришла в женское общество. Я пришла менять себя. Я пришла получать не просто новые знания. Я знаю, что здесь мне смогут дать то, чего у меня нет. Иначе бы он не появился просто в моей жизни. И это, на самом деле, такая более глубокая, наверное, психологическая история у каждой в голове. Потому что проработка, ломка, изменения, они происходят ежедневно. И у нас, конечно, уже такой мини-круг образовался доверие. И это здорово. Каждый раз встречаешь новых людей. Люди все яркие. Ты ощущаешь себя другой. Они открывают для тебя свой мир. Почему я участвую? Ну, я думаю, это, наверное, какое-то доказательство себе. И, ну, чтобы обрести уверенность для других женщин, открыть дорогу, что после 50 эта жизнь вообще не заканчивается. Когда я шла участвовать, я, если честно, не подозревала, что меня ждет. Вообще не думала. Но я понимала, что будет сцена, будет много народу на меня смотреть. Но как это все будет происходить, не понимала. Вообще мои родители замечательные люди. Они меня прекрасно воспитали. Но они всегда мне говорили, Жанна, не высовывайся. Жанна, всяк сверчок, знай свой шесток. И то, что я уже как бы высунулась, да, это для меня уже огромная победа. В первую очередь на самой собой. И пусть заветную корону получат не все, зато каждая точно заберет с собой ценные знания, полезные знакомства и бурю эмоций. Карандашный набросок, гуашь, натюрморт, крупный план, камера, микрофон. Второй сезон телевизионного арт-проекта состоялся. Десять юных художников попробовали себя в телевизионной журналистике. Ну а мы подготовили об этом наш видеоотчет. Любовь к искусству и детям привела нас несколько недель назад в студию живописи Муза. Так начался TV-арт-проект, в котором прочно сплелись телевизионное мастерство и изобразительное искусство. Шаг за шагом ребята познавали мир творчества. И как самые настоящие журналисты делились впечатлениями друг с другом и, конечно, со зрителями. Ну, наверное, птицы больше люблю и сафар, а вот животных всяких мягеньких больше трогать, гладить, вот животные выбирать. Отработав недельный интенсив, мы быстро соскучились по юным коллегам и решили, что продолжению проекта быть. Всем привет! Вы смотрите Beauty Time! Дарья Борисовна, крокодилы ходят лежа. Что вы хотите об этом сказать? Всем привет! Меня зовут Каролина. Меня зовут Лиза. Мне 12 лет. Меня зовут Ева. Меня зовут Маляка. Я во втором классе в школе «Семь ключей». Всем привет! Меня зовут Ангелина. Мне 8 лет. Меня зовут Георгий. Меня зовут Жанна. Мне 12 лет. Меня зовут Стеша. Мне 10 лет. Меня зовут Софья. Мне 10 лет. Меня зовут Даша. Мне 8 лет. Я Алиса, мне 7 лет. Я занимаюсь творчеством, люблю что-нибудь мастерить. Я увлекаюсь плаванием и лепкой. Центральным плаванием и рисованием. Плаванием и треотклоном. Я занимаюсь плаванием уже пятый год. Ну, иногда могу и гимнастику. Главное качество, которое требуется, это выносливость. Люблю прыгать на скакалке. Также я очень люблю писать рассказы. Я могу прыгать на скакалке 70 раз, но это очень редко. Я выступаю в жанре хип-хоп. У меня есть целая группа, команда. И мы недавно получили первое место в конкурсе. Также я занимаюсь танцами в шаг вперед. Ребят учат работать в различных стилях, знакомят с великими художниками и их работами. Так маленькие живописцы с детства расширяют кругозор, развивают художественное видение и навыки письма. Иногда техники бывают непростые. В направлении импрессионизм не то, что писать сложно. Выговаривать само слово не всегда получается. Мне понравилось работать в жанре импрессионизм. Сегодня мы разбирались в стиле импрессионизм. Он мне очень понравился. Из-за того, что это очень похоже на пикси. То есть все эти мазки, они создают картину, если подальше отойти. Не было карандашного наброска. Было красками нарисовано. И дальше все было нарисовано мазками. Моя картина называется «Девушка гуляет по первому полю в мире». Я назвала ее «Незнакомка». Я не могла нарисовать какие-то мелкие детали, кепочку, головной убор. Я его потом перерисовывала, потому что он получался какой-то кривой, неровный. Немного с зонтом были проблемы, а так более-менее легко. Я люблю рисовать пейзажи, портреты. Я больше люблю животных рисовать. Мне они очень нравятся, потому что они всегда могут тебя понять. Я очень люблю рисовать животных, людей, вообще все-все-все. Ну, я люблю рисовать людей, мне нравится. Я рисую их какими-то более мультяшными, мне нравится. Я хочу вообще рисовать мультики. Больше всего я люблю рисовать кошек. Но только не просто животных, а прям портрет. Я люблю рисовать пейзажи существеннофические. Первостепенная наша задача – это научить их чувствовать себя гармоничными, научить действительно любить то, что они создают, и посредством этого научить именно так вот с трепетом относиться и к себе. На этот раз камера и микрофон практически никого не смущали. Вопросы звучали уверенно, а нам даже не приходилось подсказывать. Сейчас мы пойдем к Полине задавать ей вопросы. Просто пойдем идти. Так, можно. Полина, привет. Сейчас я тебе позадаю несколько вопросов, хорошо? Хорошо. Какой твой любимый напиток? Морс. Какой твой любимый цвет? Мой любимый цвет – это пурпурный. Как тебе больше всего нравится рисовать по клеточкам или как? Мне нравится рисовать, когда я что-то нарисую карандашом, потом это раскрашиваю. Что ты любишь рисовать этим цветом? Цветы. Или уши для кошек. То есть коричневый сначала, а потом смотрю на три пурпурными я рисую. Кем ты больше всего любишь заниматься? В планшете сидеть. В какой стране ты бы хотела жить в будущем? В России. Какая твоя заветная мечта? Чтобы у нас завелись сто кошек в доме. А чем ты еще увлекаешься? Спортивная гимнастика, ну или футбола могу немного. Какая твоя любимая еда на завтрак? Наверное, яичный цвет с сыром. Если бы ты была блюдом, то каким? Я была бы пиццей. Что ты больше всего любишь делать в своей жизни? Даже не знаю. Мне вот нравится проживать жизнь, ну как, в кайф, наверное. Какое твое любимое аниме? Клуб Ярчин. Тему портрета изучали на материале, который очень близок к молодому поколению. Ребятам предложили создать картину в духе известной художницы аниме. Мы находимся в студии живописи и рисунков муза. Я прохожу мимо прекрасных картин, которые мы нарисовали сегодня на уроке. Пойдемте, подойдем к преподавателю. Мы должны узнать, что это за человек, чья это картина. Мы рисовали портрет космической девушки. Это даже не совсем человек, это, скорее всего, такой собирательный образ. Олицетворение, я бы сказала, космической музы, созданной художницей под ником Квинни. Что вы рисовали на этом уроке? Девочка на пришленцах. А вообще любишь ли ты рисовать лица? Легко ли тебе это дается? Мне это сложно, но я их люблю рисовать. Вы хотели ли вы добавить пару звезд? Ну, мне кажется, что тут как раз пустое место, и я сюда их добавлю. А что в лице самое сложное для тебя? За пять дней интенсивного творчества ребята написали портрет в стиле аниме, женский образ в стиле импрессионизм, экзотическую птицу, а также мороженое в стиле скетчинг. Детям очень нравится тема быстрого рисунка, когда не нужно что-то простраивать, когда мы можем быстренько что-то придумать. У них у каждого сейчас своя работа. Мы не писали по одному референцу, каждый придумывал свое. Им нравится идея, когда я говорю, что ты можешь нарушать правила, ты можешь придумывать. Поэтому они с энтузиазмом воспринимают эту тему и эти уроки. Это мороженое в виде сладкой ваты. Я рисовала гуашью. Я сначала хотела фиолетовый, но получилось, что он сливает. Вот потом мне пришли на помощь и сказали делать синим. Написала освещение. То есть световые блики, да, это у тебя? Да. Она будет висеть на холодильнике. Можно вот здесь как бы сделать тени, как будто бы можно его в реальности взять. И тут тоже можно потемнее сделать. Вот. И оно станет объемным. Ребята узнали, как снимать репортаж, презентовать себя незнакомой аудитории и брать интервью. Вообще все люди, не только про детей, да, можно сказать, приходят сюда чисто порисовать. Но у каждого происходят свои трансформации. И у ребят в этом проекте их просто огромное множество. Мы не только пришли овладеть академическими знаниями, мы действительно ведем огромную работу внутреннюю. Мы обретаем уникальность. Мы не боимся позиционировать ее. Мы обретаем уверенность некую, да, и учимся правильно выражаться. То есть один момент написать свою работу, а другой позиционировать ее. Не бояться выйти на публику. Не бояться рассказать о себе. И вот эта вот уверенность, которая у нас случилась за время лагеря, это, конечно, невероятная история. В сегодняшнем мире это просто бесценно. ТВ-арт-проект дал ребятам возможность окунуться с головой в творческий процесс, узнать о профессии телевизионного журналиста и научиться не только воплощать идеи на бумаге, но и рассказывать о них широкой аудитории. С вами была Даша. Увидимся. Меня зовут Ангелина, и это студия Муза. Всем пока. С вами была Стеша. Всем пока-пока. Камера на торт сюда. Это Бьюти Тайм. Красивые подробности красивых событий в формате ноу-коммент в завершении выпуска. Бьюти Тайм. ПО-со-по-по-тро магазин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале BeautyTimeTV, а также в Instagram и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, оставляйте комментарии, будьте с нами, будьте на стиле. Это BeautyTime. До встречи! До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok